В защите и охране не менее амурских тигров нуждается и моя дальняя родня, и дальневосточный леопард, и снежный барс. Его еще ирбисом называют. В середине прошлого века они оказались на грани полного уничтожения. Какой ужас! Да-да, были времена, когда и тех, и других насчитывалось всего 20-30, а все браконьеры! И не только мор. Человек нещадно вырубал леса, строил себе дома, заводы, прокладывал дороги через места обитания этих животных. Да-да, у меня тут еще и рисунок есть. Вот, красным отмечена территория, где на сегодня проживают самые большие кошки в мире, амурские тигры. Да это же совсем крошечное малюсенькое пятно! К сожалению, мур, пострадали не только большие кошки. На территории нашей страны многие виды животных оказались на грани полного уничтожения. Смотрите. Это и великаны-зубры, и гиганты-киты, и грациозные пятнистые олени. А в небе стали редко видны черные журавли и стерхи, беркуты и орланы. Но они же не исчезли совсем! Всех этих животных пришлось занести в Красную книгу и взять под особую защиту. Количество диких животных стало сокращаться не только у нас в стране, но и по всему миру. Вот смотрите. В Африке взяли под охрану слонов, жирафов и бегемотов. А в Австралии – каал и кенгуру. Ой! Да, добрались браконьеры в самые холодные точки земного шара. О! Это же белые медведи! И пингвины! Места их проживания теперь строго охраняются! И как эти места называются? Заповедники! Молодцы! Благодаря заповедникам диким животным стало жить намного легче. Но они все равно нуждаются в заботе и охране. И поэти...